Вот вам и сюрприз, такой небольшой. Посмотрите, обратите внимание, пожалуйста, на год 226. Обратите внимание на карту. Многое изменилось, не правда ли? Друзья, я просто по результатам своего прохождения принял такое решение, что нужно его сократить. По какой причине? Второй сезон может запросто перейти в третий. Особого смысла я не вижу, поэтому давайте мы на втором сезоне и завершим, и лучше начнем совсем другую игру. Причины этому, опять же, я сейчас озвучу, все подробно, обстоятельно опишу, но давайте обратим внимание на то, что тут получается. У нас есть противник, это, безусловно, как вы видите, империя Хорезм. Они обладают громаднейшей территорией. Есть те же самые монголы, которые здесь уже похозяйничали во многих... да, везде, во многих направлениях они оказались такими серьезными врагами. Я перехожу к битве. Как так получилось? Если вы успели заметить по карте, я уже успел расправиться в основном с Византией, часть Хорезма потрепать. Ну, Фатимидов уже забыл, скажем так. Где еще я расширил территории? Ну, это давайте потом на карту, когда посмотрим, то уже будем там обращать внимание. Что здесь? Здесь у меня, как вы видите, юнитов добавилось. То есть разнообразие восточных юнитов снова же появилось. Это важный шаг, безусловно, к победе. Почему? Потому что, к сожалению, увы... И это одна из причин, почему я решил так перепрыгнуть через такое количество времени в нашей летописи венецианской. Это то, что очень-очень сложно здесь с Бегримом, с этими полководцами, со всеми этими вещами барахтаться. Особенно против Хорезма. У Хорезма практически все идет золото-серебро. Идет очень много тяжелых всадников, которые обладают просто умопомрачительными способностями. Если вы помните, мы когда-то с братцем играли, там, битву было. И я играл за турков против французов. И там вот как раз полководец обладал вот этими вот войсками Хорезмской кавалерии тяжелой. И тяжелыми рыцарями. И, вернее, я обладал ими. И, короче, это юнит очень жесткий и очень суровый на поле боя, в чем я неоднократно успел уже убедиться. А, к сожалению, и увы, как вы видите, мои возможности найма ограничены ввиду этого мода. Ну, вы помните уже все эти особенности мода. То есть, сколько там проблем с наймом, сколько ходов необходимо ждать. Вот, например, у них есть вот такие вот вещи классные. У меня их совсем нет. И поэтому, фактически, мои войска являются такой средней тяжести, ну, то есть легкими. А у врага войска тяжелые, и он не испытывает никаких трудностей по найму этих самых войск. Поэтому мне приходится действовать совсем с другой стороны. Хитрить, выставлять лучников против врага. Стараться его, ну, ослабить такими методами, как бы, которые не касаются прямого боя. Увы и ах, к сожалению, приходится так действовать. И, к сожалению, я никакой перспективы другой иной не вижу. Ну, давайте же в бой. Плюс еще мораль. Как вы помните, с моралью тут совсем плохо. И зачастую это плохо. Но все хуже и хуже с каждым разом становится. Увы, жаль. Так, давайте-ка с артиллерией врага разберемся. Ибо они наносят нам существенный урон. Это плохо. Не-не-не-не, давайте-давайте-давайте. Быстрее, спешите. Требуше. Надо нейтрализовать. Смотрите, как он действует. Сразу же поворачивает. Хорошо, здесь снесли мы катапульты. Но враг решил контратаковать. Причем контратакует этой самой кавалерии, тяжелейшей. Которая может для нас очень много неприятностей составить. Гулямы тяжелые. То есть много тяжелой кавалерии. Вообще-то тяжело на поле боя, так как я не могу выставить практически ничего, кроме вот этих вот... Да, по сути, они, блин, они кидают дротиками. Да и все. Это кавалерия новая, которую я здесь могу нанимать на своих замках в этой территории. Ну и мои полководцы тоже имеют довольно-таки слабую кавалерию по сравнению с ними. Хорошо, мы нейтрализовали уже Требуше. Отличный фактор. Потихоньку мы все же пока держим результат. Я не знаю, надеюсь, нам удастся победить. Это не так легко, но будем надеяться. Ого, копейщики. Так, ладно, отступаем. Вводим кавалерию. Здесь что у нас происходит? Какая борьба сложная. Ладно, пускай ведется. Давайте-ка возвращаемся на сарацинов. Ребята эти очень сложные. И я, да, вынужден в который раз признать, что все-таки этот мод несовершенен. Особенно с Бигримом это очень сильно бьет по карману, очень сильно бьет по играбельности, по реиграбельности мода. Увы, да, здесь переборщили. Я уже даже не знаю в новых версиях. Они там собираются вообще реалистичность очень сильно подкрутить. То есть, усложнить фактически другие вещи. Но, надеюсь, это не будет касаться опять же полководца. С полководцами переборщили. В стейнлест стиле здесь это слишком, увы. Давайте вышибаем этих. В результате просто получается, что битвы, которые на мою сторону не перевешивают, как количественно, так и качественно. Ну, количественно зачастую, потому что о качестве у меня речь не идет, как вы видите. Ни одного тяжелого рыцаря, ничего такого в моих войсках нет. Я воюю фактически от Ребиум. Тоже такой большой недостаток. Все-таки хочется что-то где-то, блин, и по-человечески повоевать. Ну, видите, мне в два раза больше приходится по полю боя бегать. А противник спокойно себе выдерживает обстрел любой интенсивности и сложности. И снова же, да, кавалерия моя, ну, такая стрелковая, бежит и бежит и бежит. Почему? Потому что, ну, увы, слишком тяжело сражаться с этими юнитами. Возвращаем полководцев. Здесь они разобрались. Больше нам никто не угрожает. Все, трибушеты нейтрализованы. А, нет, еще немного надо... Ага, есть, готово. Хорошо, ну и возвращаемся. Ополчение с копьями, я думаю, они должны снести с чарджа. Они все-таки, хоть и не такие серьезные, но все-таки более-менее тяжелые рыцари. Что здесь у нас происходит, тоже получается. Да. То есть, вот такие основные недостатки мода. Они накладывают... Обязанность на меня не нудить, не решать битвы автоматов с многочисленным преимуществом. Не затягивать, может быть, это дело слишком надолго. А лучше потом перейдем к другому совсем. Я не говорю, что этот сезон очень быстро закончится. Нет, он будет тоже содержательным, интересным наверняка, интенсивным. Очень многое изменилось, поверьте. Опять же, перед нами такие колоссальные вызовы стоят. И снова же мое мнение изменилось из-за того, что я начал проходить другие моды. Должны сейчас их уничтожить. Давайте-ка. Никому нельзя дать убежать. Хорезм слишком шикарен для того, чтобы ему давать сбежать с поля боя. Это будет просто ужасно, если мы их упустим. То есть, вот эти вот моды, третья эпоха, Вархаммер, они показали мне, что без натяжки вот таких вот трудностей с полководцами можно сделать действительно интересные битвы. Можно сделать действительно интересное прохождение. И хардкорное в том числе. То есть, просто увеличивая возможности потенциала врага, ну и другие вещи. Увы, жаль, Стейнлэс Стилл не обладает вот этой вот равновесием этим. Хотя, я бы оставил сложности с полководцами, просто не настолько сильно их накрутил. И тем более сложности с моралью. Однако, тут тоже вопрос, знаете ли, интересный с моралью. Все-таки на поле боя часто это решало дело. А вот, когда один к одному фактически валятся юниты, и никто не бежит с поля боя, это перекос в другую совсем сторону. Поэтому, я и прохожу дальше, опять же, этот мод. Потому что, он все же из-за всех этих трудностей с полководцами интересен мне. Ну и, безусловно, это такой один большой громадный эксперимент. Поэтому, если вам интересно, вы будете, безусловно, смотреть. И дальше мы будем говорить о Венеции. И дальше, еще несколько десятков серий. И мы, несомненно, с вами будем на этом моде зацикливать наше внимание. Готово. До тех пор, пожалуй, ну то есть, надо установить лимит. До тех пор, пока мы не поймем, что все. Преимущество на нашей стороне. Никто нам противостоять не сможет. И все. И мы победили. То есть, затягивать я не буду до того, чтобы захватить всю карту. Не вижу смысла никакого. Давайте добьемся нескольких целей. Может быть, давайте сейчас определим эти цели. Это харизм подавить. Это уже надо быть уверенными. То, что мы лучше всех на карте. Хотя, вы видите, со Священной Римской Империей не так-то это и легко. Она очень сильно распространилась. Расширила свои территории. То есть, что произошло за то время, пока вы не смотрели. 226-й ход. Обратите внимание. У меня много армий. Они разнообразные. То есть, это в основном, конечно же, копейщики, лучники. Вот эти новые турецкие лучники. Которых я заказываю. Ну вот, серебро, золото. То, что я говорил. Опытные очень армии. С монголами воевали. С фатимидами, со многими. И поэтому сложно с ними справляться. Так. Что из территории добавилось? В Византии. Я уже говорил. Война с Византией была затяжной. Была таким, знаете ли, противостоянием. В котором, одновременно, мне приходилось отбивать натиск фатимидов. Частичный. Хотя, на первом этапе мы с фатимидами вместе боролись против Византии. Что важно отметить. Тем не менее, удалось полностью, практически Византию уничтожить. Там, по-моему, две провинции осталось. Что еще? Какие моменты? Священная Римская империя очень сильно разрослась. Я пытался помочь Франции. Для того, чтобы она противостояла Священной Римской империи. Но, к сожалению, увы, не получилось. С Сицилией ситуация очевидна. Уже исчезли. Как же их не Ахименида, а кто там был у нас. Ну, Мавры, в общем, исчезли, получается. Ну, не только Мавры там, безусловно. Они исчезли. И Испания, Португалия там властвуют безраздельно. Между собой какие-то трудности переносят. Что касается Генуи. С Генуи я фактически тоже покончил. Это было не так легко. Это вы знаете, что у них было достаточно войска. Но я выделил силы и задавил этих ребят. Разобрался с ними. Что еще? Какие еще нюансы? От Польши, Венгрии, Норвегии и других государств осталось еще что-то, но очень мало. Новгородская разрослась. Очевидно, это по карте. С монголами они столкнулись. Тем не менее, сумели отстоять немного своей территории. В том числе и благодаря мне. По казне у меня целый миллион. Как вы видите, миллион пятьдесят. Но я вынужден сказать вам, что у меня было гораздо больше. Просто сумасшедшие средства я вкладывал в другие государства. Фактически все, кто мог, получали от меня деньги для того, чтобы друг друга уравновешивать. Для того, чтобы держать баланс сил на карте. В частности, я много отдал и Киевской Руси, и Новгороду. Но, к сожалению, вот вы видите. То есть, если мы посмотрим на Черное море. Ну, сейчас мы перейдем туда. Множество денег я вложил в войска. То есть, эти сражения с Хорезмом действительно были тотальными и эпическими. Однако, сейчас у меня есть такой очевидный, четкий план. Дожать Хорезм. Дожать его до Монголов. И там уже оставить как буфером. Небольшим. Для того, чтобы он для меня не составлял никакую конкуренцию. Я организовал громадный флот для переправки, постоянной переправки юнитов из всех моих метрополий в колонии. Которые сейчас, вы видите, занимают и Акру, и Антиохию, и Таргозу, и Тартозу, и в остальных городах. То есть, Дамаск сейчас основная цель, вы видите. Ну, Карак, соответственно, наш. Большие, держу там контингенты в городах для удержания и для запаса. Создаю постоянного войска. В принципе, экономика, военно-промышленный комплекс, если его можно так назвать, работает на полную мощность. К сожалению, с вот этими вот нашими ребятами, полководцами, вся та же самая история происходит. Они не хотят подчиняться, они постоянно бунтуют, поэтому приходится всегда следить за их состоянием. Ну, а с войсками проблем нет. Как вы видите, я нанимаю все, что могу. Все, что в городе появляется, фактически сразу же бомбашится в стеки и сразу же посылается на территории врага. Ну и тут очевидно, да, то есть у нас тут Малая Азия в нашем распоряжении, и мы дальше пытаемся раздвинуть границы. Что касается полководца. К сожалению, не все из них имеют право нанимать рыцарей. Вы помните, то есть три человека вообще на карте, а три полководца имеют право нанимать тяжелые юниты. Из них приходится фактически всех троих переводить на поле боя. Почему? Потому что остальные полководцы очень ненадежны. Они бегут, они могут с армиями сбежать. Вы не представляете, какое количество этих армий сбежало за то время, пока я проходил. То есть я переместился между этими ходами. Сколько там было, я уже не помню, у нас в прошлый раз. Но сейчас 226 ход. То есть прошло очень много времени. И да, да, то есть в какой-то мере я и тормозил в некоторых местах. Приходилось по нескольку раз захватывать те города, которые враг у нас захватывал. Но все же вот результат таков, как вы видите сейчас перед собой. Морская война тоже развернулась не на шутку. Фатимиды много мне принесли вреда. Но так как у Хорезма немного выхода в море, то фактически сейчас все пространство контролирую именно я. Так, значит, перетасовываем войска. Армии немного поменялись. Вы уже помните, что у нас появились предпосылки для создания совсем новых юнитов. Однако сейчас до сих пор они еще не доступны. То есть с порохом там были вещи интересные. Что касается эпохи 1325 год. Мы по истории Венеции сейчас как раз в этом цикле постараемся нагнать. То есть 14 век нагнать. Закроем 13 век полностью. По крайней мере постараемся. Ну и вот. То есть особенность, я думаю, помните. Много армий на одну армию врага. Приходится валить. Ну, очевидно. Я до сих пор опять же воюю этой мелочью. Это шелфонию, от которой особо толку нет. Ухитряюсь переводить их как подкрепление через лагеря. То есть создаю лагерь определенный, чтобы они не сбегали с полководцем, который неблагонадежен. И иду вперед и вперед. К сожалению, я не могу обращать внимание на то, что говорит наш ДОЖ. Мол, не подчиняешься приказам, значит плохой. Ибо если я так бы делал, то никогда бы не закончил это прохождение. И не расширился так, как я расширился уже. Еретиков появилось громадное множество. Я пытаюсь очистить от них свои вотчины. Я, несомненно, стараюсь нести истинную веру туда, куда нужно. Я торговцев использую по полной. Вы видите, территории новые они дали нам и шелк. И другие классные ресурсы, с которых мы можем поиметь просто умопомличительное количество денег. Ну, что отражается на казне, конечно же. Однако на казне, с другой стороны, отражается и количество войск. Тоже не забывайте, поэтому казна потихоньку истаевает. Сейчас, в данный момент, она экономит. Экономит на том, что я не поставляю деньги врагу. То есть, ну, потенциальному врагу, вероятному защитнику или тому, кто в состоянии быть буфером по отношению к другим. Я вкладывал много в поляков денег, очень много. В Норвегию, в частности, тоже я частично деньги вкладывал для того, чтобы они там с Священной Римской империи. Но как-то эти все, знаете ли, вложения... Я не... Нет, я не старался вкладывать, как в Хорезм, 50 тысяч. Я вот не помню, получается, за все время я в Хорезм где-то полмиллиона вбухнул, чтобы они противостояли монголам. И, наверное, это частично удалось. То есть, монголы за все эти хода, вы видите, ну, то есть, разрастили свое государство, но, тем не менее, Хорезм сопротивляется. И потом мы посмотрим с вами по государствам, ну, то есть, по показателям этих государств, как они себя все чувствуют. Вот вы поймете, что не все так, ну, как бы для Хорезма плохо. Именно по этой причине я сейчас начал с ним воевать, а не по той, что я как бы вбухывал-бухывал. С одной стороны, это моя ошибка, безусловно, была. Потому что сейчас вот эти вот все стеки, запыженные классными юнитами, Хорезмовские, частично от того, что я в них вкладывал сумасшедшие ресурсы. Ну, а что сделать? Надо было как-то остановить монголов. Хотя, не знаю. В общем, ладно. Лучники у меня есть те, которые Коля ставят также. Сейчас моя задача, то есть, вы видели, два стека идут на поле боя. Этот стек слабоват. Командир у него, соответственно, тоже слабоват. Этот стек, его задача ослабить. Стек врага, если не... Ого, ё-моё, нифига себе. Вы увидите, насколько силен действительно враг. Насколько эти юниты серебряные и золотые, они офигенные. Насколько у них вот эти рыцари спешенные, гулямы спешенные. И остальные также юниты. Насколько они преимущественны по отношению к моим. Они броню пробивают. В общем, они, короче, самые суперские. Но у меня вот такая вот убогая кавалерия начальная до сих пор. И никаких тяжелых рыцарей. Хотя есть отряды, в которых появятся скоро и более приемлемые юниты. Опять же, они копятся. Опять же, я на них рассчитываю. Но, к сожалению, гулямам противопоставить мне пока нечего. Разве что только Коля, на которые они не всегда могут и повестись. Хотя я надеюсь. Что я делаю? Конечно же, это глупость. Бить легкой кавалерии по тяжелой. Но, тем не менее, у меня другого выхода нет. Причина. Ну, причина, друзья, в том, что эти гулямы не способны сносить фактически сразу же всех моих солдат. Ну и плюс я хочу проэкспериментировать. Сейчас. Ого. Да, этот эксперимент не удался, очевидно. Хотя есть. Немного. Вот, смотрите, уменьшается количество. Ну да ладно. Надо отводить их. Плюс, безусловно, моя задача. А, вот. Да, снесли. То есть, по 20 снесли мы. Но, все равно, кавалерия наша тоже очень сильно потерпает. Идет размен один к двум, если не больше. Противник действует удачно. Он отлучается. То есть, идет на помощь своей кавалерии. Хотя бы сейчас я смог задержать их. Очень-очень-очень важный фактор это для меня. Так как гулямы вообще те, кто способен очень сильно маневрировать, обходить. То есть, вы видите, удается. Все-таки легкой кавалерии удается разобраться с тяжелой кавалерией врага. Очень тяжелой кавалерией врага. Я снова же обращу ваше внимание. Так, блин. Где мое подкрепление? Ну же, ну же, ну же. Ребятки. Так, что тут происходит? Здесь еще битва идет. Продолжается. Да. Ну, увы. У меня другого способа действия на поле боя нет. Ибо слишком-слишком враг силен. Так, что тут происходит? Жалко, никто не повелся на... О-о-о-о. Назад-назад-назад. Туда-туда-туда. Не надо на коле на свои же нарываться, друзья. Туда. Ни в коем случае. Я надеюсь, вы там не заденете эти коле боком. Блин. Там кавалерия побежала, но здесь мы нанесли удар Хорошо То есть спешенная кавалерия, вы помните Хорезма, есть такое понятие Очень важная, опасная штука С которой Так, 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 аккуратно Блин Пару человек попало все-таки Гадость-то какая Но мне нужно Ай-яй-яй, сейчас гулям ударят Тяжело, тяжело, тяжело Смотрите, как сразу Ой, блин, половину У них просто, просто ужасающий удар Они фактически способны десяткам Своих кавалеристов Снести, да, любой мой отряд Хоть пехоту, хоть кавалерию Поэтому очень страшно это все Увы, да Этой кавалерии у них зашибись Причем серебряная и золотая, как я уже упоминал Ну вот, видите, побежали мои Лучники Увы, снова же, разнообразием Ничто не блещет То есть, ну, вообще Юниты плохие И да, я вижу, что здесь Начинаю проигрывать Жаль, жаль, жаль Жаль я не посмотрел И не поставил Чтобы автоматом пришло Подкрепление Это моя основная ошибка Поэтому придется сейчас Блин Максимально ослабить врага Тем, что есть К сожалению, ждать Когда вот вторым подкреплением Я смогу Разбить то, что От врага останется Потерял стэк По своей глупости Эх, эх, эх Да Вот такая у нас война Жестокая Безусловно, бескомпромиссная И иногда из-за моих протуплений Очень-очень не в мою пользу Ну да ладно Я по-любому здесь побеждаю Вторым хотя бы стэком Плюс еще, знаете ли То количество ресурсов Которые у меня есть И количество возможных солдат Которые я могу привлечь На поле боя Заставляет меня Немного расслабиться То есть, как бы Победа однозначно Здесь за мной Но все же, все же Потенциал харизма велик И я очень сильно Способствовал этому Потенциалу в том числе Вот видите Мне полководцам Ну, надо убегать От гулямов Фактически От троих-четверых Почему? Потому что они способны Вот таким небольшим количеством Вообще убить всех Кто у меня есть Ну-ну-ну-ну Убегай, убегай И ничего не может сделать Ну, вот то, о чем я говорю Вот, да Вот то, о чем я говорю Они вот Четырьмя способны Там и 9, и 10, и 20, и 30 Мочить И стэки гонять Вообще Ну, то есть Вот это вот Стейнласс-стиловское Некое Не знаю Читерство что ли Бегримовское Плюс интеллект Гракула И На поле боя Хорошая штука Вообще Как я заметил Враг действительно Старается маневрировать Да, но увы Вы погнали Всех наших Стойкость у них Нулевая Что ж Будем ждать Подкрепления Будем ждать Эти самые Подкрепления Надо уходить Уходить командиром Он нам пригодится Еще Ой-ой-ой Ну вот да Добивают гулямы Добивают нашего командира И сейчас убьют Наверное Я не успел Хотя Нет Успеваю Впрочем И командиров Я сильно не исчажу По той же самой причине Все они испорчены То есть Фактически Кроме этих членов Военного совета Которые в частности Тоже испорчены Там потом Вы просто не представляете Какие вещи Начали твориться Они настолько Какие-то стали унылые Эти члены Военного совета Без Заслуг Такие Зачморенные Загниденные Дожим В общем В общем Все плохо Ой-ой-ой Сейчас убьют Командира Эти гулямы Ё-моё Ну давай-давай Сваливай Сваливай И да Для меня привычно Вот Таким количеством Против врага Выходить И фактически Ничего не получать И враг При этом Все получает Своё распоряжение Эх да Но здесь Мое затупление Я Да Просто-напросто Не поставил Чтобы пришли На поле боя Кстати Иногда здесь Не работает Как-то Этот момент То есть Не приходят На поле боя Вообще Некоторые глюки Происходили Весьма сложные Вы помните И сродословные Это вся фигня Были еще Такие Умопомрачительные Повороты С осадой Городов Когда враг Пытался Контраатаковать Осаждать Города В частности Времени Снова же Опять же Нет ограничения Напомню вам На карте И вышло так Что Не раз Вышло так Два или три раза У меня Что пришлось Давать город Из-за того Что вражеский Юник Где-то там Застрял Пытался Тупить Где-то Возле ворот Между домами У меня Не было возможности Контраатаковать Ну и по сути Я мог Выдержать Замки Были С несколькими Рядами Защиты И тем не менее Ну то есть Пришлось выходить Из боя Почему? Потому что Мои лучники Стоят на стенах Они способны Уничтожить Урага Но враг Находится Очень далеко Выводить на него Лучников Бесполезно Но он стоит Тупит И все Пришлось сдавать Так несколько раз Замки Ну впрочем Эта ситуация Наверняка Привычная Скажем так Ладно Вводим наш Следующий Контингент На поле боя Ну тут уж мы Точно добьем врага Жалко Жалко Хотя нет Мне не жалко У меня уже Такие громадные силы Тут перемололись В частности На Византию Она долго сопротивлялась Честно вам скажу Такие хитрые Были повороты Очень хитро Действовала стэками В частности Их прятала Переводила Там Из одного замка В другой Короче там Действительно Респект и уважуха Византии была Боролась До последнего Но мы ее сожрали Схрумали Плюс еще Я вынужден Напомнить Что у нас была война Очень сложная война С Португалией Португалы начали Высаживаться на острова Фактически Чуть ли Не пытались Сломить Саму Венецию То есть Постоянная блокировка Кораблей И сейчас У меня В данный момент Еще ведутся Конфликты С ними Еще один важный момент В Крыму Я высадился Опишу вам вкратце Дабы так Не распространяться Вышло так Что мой Дош Причем Хороший Дош Высадился В Крыму Захватил Там несколько Городов Все было Отлично Союзников Убит Поможем Его Воинам Блин Да вы Че Издеваетесь Нет Ну вы Че Издеваетесь Ход битвы Изменился В нашу пользу Это Первый Шаг К победе Бредятина Какая Ну То О чем Я говорю Гулямы Способны Вдвоем Втроем Вынести Почти Целый Стэк Так Значит Че там В Крыму То есть В Крыму Мы начали Очень успешную Операцию Несколько Стэков Я высадил Подготовился Хорошо Блокировал Порты Я Захватил Там был Византийский Один город То есть Мы его захватили Пошли дальше Тут Выходит Киевская Русь Они вообще Всегда неравнодушно Смотрели На Константинополь В том числе Я отбивал Стэки Разгромил Там их Неоднократно Но они Как-то так Знаете ли Мы тогда с ними Я даже им башлял Денежки Чтобы они Останавливали Монголов Вы видите По тем кускам Империи Монгольской Что им не удалось Сделать Они Довольно таки Успешно Продвигались И на Новгород И на Киевскую Русь Но я Не ожидал Что они так Подло нападут Они встретили Где-то возле Перекопа Ну то есть Это перешег Между Крымом И основной частью Материковой Встретили Мои войска Мой один Стэк Двумя Стэками Зажали Мне пришлось Воевать Увы Сбежать Не получилось И убили Моего дожа Хорошего дожа Ну что ж Увы К сожалению Я не имел Права Перезагружаться Так как я Этого не делаю За исключением Экспериментов Да Добиваем Мы здесь Наконец-то Даже не считая С ресурсами Ну и у врага Осталось Совсем чуть-чуть И все И по сути я потерял дожа в этой войне Потом начал мстить 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 И мстя моя была страшна И как вы видите Сейчас она на карте отражается Это мстя Хотя я не хотел Трогать киевлян Вообще То есть Не Даже и не было В мыслях Как-то Против них Идти Чтобы они Какой-то противовес Новгороду оказали И может быть даже Сдержали Священную Римскую империю На том направлении Но увы Пришлось воевать Такая Вынужденная война Жесткая Мстительная Ибо меня Это потрясло До глубины души Это было очень несправедливо Такие вот делишки Получились И в результате Сейчас я В Черном море Более-менее Имею такое влияние И веду Фактически Войну с Хорезмом С Португалами Периодически Заварушки С Генуем И разобрались С Киевским Княжеством Что еще Ну и по сути Все Сицилии У нас были Некоторые проблемы Вплоть до того Что мы поссорились Из-за опять же Их войн Со Священной Римской империей Но потом Помирились С Папой Римским У меня была Очень большая проблема Меня даже Отлучили Да Отлучили меня Но Получилось поправить Сразу эту ситуацию Там вышла Снова же Священная Римская империя Она всегда Как кость в горле Встает между нами Я выбрал ее И Папа Римский На меня сагрился Но Сейчас 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 Совсем другая ситуация Мы по ней разберемся Когда посмотрим на графики Ну вот Видите Ну что это Ну как это Ну блин Ну они бегают за мной По полю боя По всему полю боя Они уже устали Конкретно Эти сарацинские копейщики Все равно Они продолжают воевать И причем Таким подлым Вот образом В результате Мне получается Тоже Нужно убегать От них По полю боя Что за состав войск Такой хреновый Вообще-то Это были стеки Которые Нужно было Переформировать И совсем Ну другой состав Сделать Ну Увы Пришлось пригнать Сюда все возможное Войско Для того Чтобы следующий Контрудар Не последовал Ну то есть Когда будет Следующий ход Хорезм Подведет еще Наверняка Это неоднократно Уже получалось Поэтому мне пришлось Разбираться Тем чем есть Ну что ж В принципе Выгодная такая Ситуация Мы лучниками Смогли Уничтожить Их копейщиков Смогли их погонять И я надеюсь Что Тут как раз Получилось Все как нельзя Лучше не скажешь Конечно же Но получилось Впрочем Ладно Это по крайней мере Интереснее Чем то что было У меня до этого Ходы в основном Были без битв На поле боя То есть Их там всего За все время За это количество Ходов Было около десятка Не больше Почему Потому что Блин Было неинтересно Снова же Этими одинаковыми Войсками воевать И То есть Если так Резюмировать Вот эти вот Причины Причины Почему я решил Через такое количество Перескочить Это Неинтересность битв Однообразность Юнитов Опять же С полководцами Эти вечные проблемы Затяжные Бои Затяжные Вернее Противостояния Ну и все Такие вот вещи И поэтому Так вышло Как вышло Отлично Готово Ситуация Разрулена В нашу пользу И теперь У меня Просто Море Планов Вы не представляете Конечно же Хорезм Это не один Из этих планов То есть Я хотел бы Столкнуться с Монголами Такое мое Большое желание Для этого Мне нужно Преодолеть Как раз Сопротивление Хорезма И еще Важно Не забывать Когда-то Произойдет Такое дело Что придут Тимуриды Важный фактор Вот тут Я не должен Зарекаться Насчет того Что Что мы Не будем Продолжать Дальше Игру Но у нас Есть вариант Начать войну С другой Эпохи Вы помните Эту фишку То есть Выбираешь С одного Времени Со второго Времени По-моему Другая эпоха Это с 1400 Года Начинаешь Там где уже Есть порох Уже совсем Другие юниты Так что Эту эпоху Мы закроем Ну а там Как получится Как вообще Вы захотите Как вам будет Интересно То есть Вот Хорошо В тылу Я разбил Врага У меня Герой дня Появился Это хорошо Но ничего Хорошего Как бы Нет Почему Потому что Сейчас Герой дня Будет опять Чмориться Моим дожем И опять Те же самые Расклады Продолжение следует